Мы читаем из 13 главы Матфея Деревом так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его Иную притчу сказал он им Царство небесное подобно закваске Которую женщина взявши положила в три меры муки Доколе не вскисло все Слово Божие говорит о многих царях И о многих царствах Но все эти цари и царства с малой буквы Но я хочу сказать о царстве с большой буквы Это единственное царство Божье Небесное царство с большой буквы Хвала Господу И вот мы слышали много о воплощении Сына Божия Дух Святый воплотил или осуществил концепшен или зачатие воплощения Сына Божия Но я хочу сказать продолжение Что Христос не остановился на этом или Бог не остановился Но о царстве которое он сегодня воплощает Духом Святым на земле Слава Ему Ибо царство Божье не пища и питие Но праведность, радость и мир во Святом Духе Я с этого текста буду говорить после Другой раз Вот царство Божье И Христос сказал это царство внутрь вас есть И оно строится Духом Святым Слава Богу И вот об этом царстве я сегодня хочу говорить За этих привязительно 30 минут Мы прочитали здесь две притчи Конечно это глава 13 все притчи Глава притчи И вот особенно на второй из них Конечно обе они говорят об одном и том самом О горчичном зерне и о закваске Говорится то самое или об одном том самом Только разница в том что Притча о горчичном зерне говорит о царстве О его внешнем росте А притча о закваске Говорит о внутреннем его росте Это вся разница И вот дорогие Наша тема сегодня тихое влияние Silent effect Тихое влияние Вы понимаете слово влияние Эффект Все с чем мы соприкасаемся Имеет свое влияние И слава Господу Царство Божие на земле Имеет влияние Хвала Господу Но прежде чем я пойду к притче Хочу немного кое-что пояснить Потому что часто можно сбиться Ну вот закваска Помните раз сказал Христос Берегите закваски хорифейской И мы применим это место туда И мы собьемся и пойдем не в ту сторону Знаете что Библия Говорит буквально духовно символически Если понять все духовно Или буквально Или символически Можно ошибиться Но почему-то в Библии есть титулы Не я их ставил Но Бог поставил Написано Диавол ходит как рыкающий лев Написано И написано Вот лев из колена Иудина Написано Но какая разница между ними Там говорится о дьяволе А здесь о Христе Правда? Лев И там лев И там лев Но там лев дьявол А здесь лев Христос Написано Змей Это Пробраз Символ греха И Иисус говорит Иоанна 3.14 Как Моисей вознес Змею в пустыне Так должно быть Вознес ему сына человека Там змей Грех Здесь Жмей Пробраз спасения Поэтому Бог Так установил Такие дал титулы И Мы должны принять Поэтому Грех Если мы Применим Закваску В одном только смысле Мы очень ошибемся Очень ошибемся Когда Христос сказал Берегитесь закваски Хрисейской Он говорил В негативном Смысле Здесь Говорится о закваске В позитивном Вы понимаете Эта разница В позитивном В смысле Закваска Мы когда читаем Видим Смотрим Конечно В этом Женщины И сестры Наши Лучше понимают Чем мы Они имеют Много с тестом Часто пекут И так дальше Знаете Когда Наши дети Были еще дома Малые То моя жена Много пекла И Ни разу Когда она Месила тесто Я в этом Ничего не понимаю Но я видел Как с нее Пот лил В 10 рядов И она Месит тесто Месит и месяц И месяц И вы знаете Однажды Я так смотрю На всю процедуру И спрашиваю Ее мама Ну А как ты знаешь Когда кончать Месить Как ты знаешь Она улыбилась Очень просто Говорит Когда перестанет Липнуть Ага Ты я понял То меня будет Месить Пока липнет Ко мне Знаете Будет месить Будет месить Вы понимаете И месили Дмитрия И вы месили миссионера Слава Богу И пока оно липло Знаете Чем больше липло Тем больше месили Знаете А потом перестало липнуть Слава Богу Так что не обращайте Внимания Братья Если месяц То вы месяц Я говорю Если сметану бьют То нас То собьют Слава Богу Хвала Иисусу И вот Дорогие Чтоб мы поняли Прежде всего Смыс Притч Здесь Говорится О позитивном Действии Закладских И Царство Божие Подобно Этому Что Христос Сказал там Меры Он сказал Пропорции Знаете Пропорция Сколько Муки Сколько воды Там Дрожья И так далее Сказал Христос Пропорции Это не имеет Значения Пропорция Больше или меньше С размером на муке Но Царство Небесное Подобно Закваске Оно Имеет Влияние Хвала Господу Когда мы читаем Деяния апостолов В пятой главе И я вероятно Прочитаю Этот текст Этот текст Очень хороший Я его люблю читать Когда Мы Рукополагаем Братьев 14 тысяч В пятой главе Деяния 15 Верующих же Более и более Присоединялось К Господу Множество Мужчин и женщин Так что Выносили Больных На улице И полагали На постелях И кроватях Дабы Хотя тень Проходящего Петра Оценила Кого из них Чудный 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 текст Чудный текст Тень Петра Влияла Имела Эффект Но не на всех Людей Братья и Сестры Написано Выносили Люди И клали Знали Что Петр Будет туда Ити И Хотя бы Тень Петра Осенила Кого из них Они верили В это И тень Петра Действовала Или влияла Только на тех Людей Которые Почитали Петра Как служителя Божия Как раба Божия Как святого мужа Представителя Бога на земле Слава Богу Но тень Петра Не влияла На противников Евангелия На противников Христа И поэтому Дорогие Часто я говорю Часто бывает Я это пережил Много раз Бог нас так Благословит Как вы примете Если примете Как мужа Божия Я не раз упоминал Брат Алеша Мой друг Москаленко Который был Миссионером Раньше меня В Южной Америке Когда он заехал В Аргентину Его там приняли Как апостола И Богу потребили Его как апостола Слава Богу В самой Аргентине Через его служения Бог крестил Духом Святым Более тысячу душ Слава Богу за это Я был по его следам Когда приехал У ту церковь Где он основал То он был Алеша Для большего и малого Сидел за ногу Ничего не мог сделать Слово Божие говорит нам Что даже Иисус Когда пришел В свое отечество Ничего не мог сделать Даже чудеса И знамения Его Сила чудотворная Не имела Влияния Потому что люди А мы же живо знаем Ну а что наша мама знает А что наш тата знает Знаете Иногда мне говорят Братья Ну а как твои дети Я говорю Братья и сестры Если бы вы приехали И проповедовали Моим детям То что я проповедую И вашим детям Я был бы вам очень благодарен Аминь Так оно есть Учитель английский Я так скажу Чтобы вы знали Не левен А и левен А левен Это закваска По-английски И вот вложила И оно растет Знаете Так Тихонько Но растет И имеет влияние Поэтому Иисус И назвал своих Или дал им два титула Соль земли И свет миру Хвала Господу Слово Божье нам говорит В откровении Раньше говорит Павел Фессалоникийцам Что Не может открыться Доколе не будет взят Удерживающий Теперь Не может Но Когда удерживающий Возьмется Возьмется Дух Святый Возьмется Церковь Тогда написано Сатана Сойдет В великой ярости На землю Потому что Ему не будет Опозиции Той что сегодня есть Сегодня как не есть Но Церковь Имеет влияние Слава Богу Я вам упоминал Кажется Однажды В одном месте На Украине Узнал После Воронаева Узнал Самый сильный Гипнотист Или гипнотизер Что там и там Люди имеют дух И он приехал туда Испытать Я сам это пережил В Миннеаполисе Когда гипнотистка Пришла в собрание Где проповедовал Испытать Ком сильнее дух И я славлю Бога Что дух Который в этом маленьком человеке Победил этого духа Слава Богу Я это сам пережил Она специально пришла Туда После призналась И дух Который Я ничего не знал Но который Во мне победил Этого духа И вот Он Объявил И дал вызов По-английски Называется Challenge Верующим Придите Туда И туда Там Клуб или где И они пришли Большинство Из них Это люди Были Новообращенные Еще не так Знающие Писания Но Крещеные Духом Святым И он Знаете Дал им вызов Вот теперь Продемонстрируем В ком сильнее дух Видите кто-либо Никто не вышел Вышла одна сестра Знаете На платформе Где он был Он лег И начал Подниматься В воздухе Покажите Что вы можете Так делать Лег И начал Подниматься В воздухе Но нам Бог дал Духа Святого Не для того Что мы делали Фокусы Но Дух Святой Дали Чтоб имя Божье Прославлялось И церковь Созидалась Аминь Аминь Не для фокуса И он начал Эти фокусы Делать А там Та сестра Стоит и молится Я конечно Не могу Эту делать Господи Но знаете Дух Святый Исполняет Ее И она говорит Во имя Иисуса Христа Повелевай Пади на землю Как сарахнулся Чуть к ластине По соберам Слава Богу Аминь То сущность Дела Да Дорогие Церковь И в церкви Царство Сегодня Божье Воплощается Духом Святым На земле И оно имеет Влияние Аллилуйя Оно имеет Влияние Я не знаю Как вы уверовали На работе ли В школе ли Или от родителей Но на каждого Из нас Кто-то повлиял Правда Слава Богу Повлиял Вы знаете Что В мире есть Заразливые болезни И Они переходчивы Это мы знаем Но Я славлю Господа Нет Это не конец И Божье Переходчиво Почему Иисус сказал Когда уходите Дом Говорите Мир Дому Сему И мир Переходит Правда Нет Я вам кажется Рассказывал Однажды Я ехал Из сторон Самолетом В Калгари А с Калгари Вернон В Бритийском Я ехал Автобусом Это было как раз Пасхальный четверг И Я ехал Девять часов И Рядом На втором ряду С той стороны У меня сидела Одна дама Которая Пыхтела Селу дырогу И она Окодила меня Своим даром Я не знал Это Но Когда я приехал И прямо в собране Как раз только Открыл дверь А там Брат Диакон Разносит хлеб Была вечера Господи Это четверг И вы знаете Люди начали от меня Убегать А я не знал Почему Говорю Где ты так накурился Вы знаете Мой костюм Получил этот дар Этот никотин Натянул Я это не знал Это плохое влияние Но есть Хорошее влияние Влияние Царствия Божьего Аллилуйя Влияние Вы знаете Ничего нет Я зашел Кажется В ровно На базар Покупать бананы И Начал беседовать Женщину Молодая Которая продает Я говорю Возьми эту всю кучу Из ваш А она говорит Так у нас веса Знаете Такие Дрожат Можно кило Ну ладно По кило Потому что там Сестры делали нам Обеды И я хотел их наградить Они что Бананы только Смотрят на них То я тут Пучок большой купил Но она вважила Несколько раз И так мы Немножко побеседовали Я говорю Канаду И так далее А она говорит Я думаю Что вы верующий человек Я ничего не говорил Правда Но она заметила Много раз Братья Много раз Люди что-то замечают Слава Господу за это Когда они замечают Чтоб не было у нас так Как Одного Из верующей семьи Забрали на тросы На корабль И Мать пишет ему Сынок Наверное Там тебе трудно За веру А он говорит Не мама Не беспокойся Даже никто не знает Что я верующий Я Мы таких верующих Не очень приветствуем Сказать Не очень удобряли Но Иисус говорит здесь Царство Небесное Божье Имеет влияние Оно Не есть продуктом Общества Но оно Сошло в общество С неба Незаметно Как и предсказал Иисус Луки 17 20-21 Не скажут Оно там и там Но оно Внутрь вас есть Хвала Господу Иисус сказал Пилату Царство Мое Не от мира Сего Поэтому Действия Царства Не агрессивны Не шумливой Силой Насилия Но постоянны В своем действии И влиянии Хвала Господу Иисус не говорил Что весь мир Будет спасен Или люди Будут улучшаться Нет Наоборот Будут ухудшаться Но притча Которые Господь Духом Святым Строит Внутри нас Оно Имеет влияние Аминь Оно Имеет влияние Хвала Господу Дорогие Здесь и явлен Весны Встречи Закваска Влияет на тесто Но не тесто На закваску Тот кто у вас Больше того кто в мире Первое Иоаннов 4 4 Больше того кто в мире Я был в Германии И стоял у одного брата На квартире Который был пресс-фитером Там в Казахстане И вот Вызывает его начальник КГБ Я говорю Пошел к нему Это брат немец Русский немец Вызывает начальник КГБ И говорит Вы чем занимаетесь Вы чем занимаетесь Ну чем занимаетесь Истиной Но Вы совращаете народ Где кого мы совращили А вот у нас был Районный Или областной Глава Комсомола И вы его совращили Глава Областного Или района Комсомола А брат Говорит ему Так его все знают Это пьяница Бийца Хулиган А теперь Слово Божье На него повлияло Из него вышел человек Слава Богу Правда С такого бийца Пьяница Хулигана Сегодня человек Кто мог это сделать Влияние Я вам рассказывал Один брат Мне много помогал Он был на визите В Америке На лечении Я часто с ним ездил Потому что далеко ехать В Массачусет Мне 9 часов 9 с половиной 10 Я его брал Чтобы он мне помогал шоферовать Он мне рассказывал Говорит Уже когда началась Оттепель при Горбачеве И мы получили разрешение В одном лагере Смертников Пожизненных Провести собрание И когда мы приехали туда С братом И три сестры Мы взяли для пения То комендант лагеря Сказал Я вас пускаю А их нет Я их не пускаю Девчатами А брат говорит Так мы приехали По разрешению И медсобрание Он говорит Да Я вас пускаю Мужчин Но их не пускают Их девчат Ну как же Мы же приехали Собрание делать И брат говорит Мы не можем без них Это все собрание Нас пятеро Мы собрание будем делать Ну И те не выступают И те не выступают После всего Комендант говорит Так Я вас пущу Или их пущу На одном условии Если все Вы подпишитесь Что вы пойдете туда Только На свою собственную Ответственность И спрашиваю Сестры Вы готовы подписаться Готовы Все мы подписались И он пустил Когда мы зашли Одни ворота Вторые, третие Зашли Там было 700 человек Одна смена была на работе Мы зашли туда Говорит Вошли Они уже ждали нас И правда Этот же Комендант сказал Перед тем Как пустил Помните С кем вы имеете дело Это не люди Это звери Они по 30 лет Женщины не видели И они их разорвут на куски Так что помните С кем вы имеете дело И вот Когда эти сестрички Начали петь Когда братья Начали проповедовать Знаете Эти Смертники Начали плакать И Комендант Подходит ко мне И говорит За 30 лет Я не видел Слезинки в этих очах И я думал Что это звери Но они тоже люди Они тоже люди Тот что Марксизм Коммунизм И все Не могло повлиять Евангелие повлияло Царство Божье Повлияло Слава Господу Радуйтесь Приблизилось к вам Царство Божье Аллилуйя Но царство без царя Не может быть И царь без царства Не может быть Иисус Эту притчу Здесь закваска Говорится в позитивном Значении действия Закваска Тихо Но имеет Тихое влияние Только Нам нужно Ходить достойно Этих титулов Хвала Бог Я прихожу к концу Не раз я слышу Вы сами говорили И я думал Когда я попал в шахту Я работал Приехал в Канаду В шахту В золотую шахту Кто из вас Работал в шахте Вы знаете Там ближе к пеклу И там пекольный язык Там вы не услышите Хорошего слова Там вы не услышите Такой речи Как на земле Под землей Не услышите Там все в перемешку Знаете С первословом Ужас Я в Канаде был Но точно такой язык Я был один верующий И не раз так думаешь Ты студент Ты в школе В high school Или где Слушайте внимательно Сестра Ты на работе Может в ресторане Там посуду моешь Или что делаешь И там такое общество И думаешь Но Господи Выведи меня отсюда Зачем я здесь Я не раз так говорил Вы не раз говорили Слушайте Господь вас там поместил Чтоб вы влияли Слава Ему Аминь Господь тебя там поместил Чтоб ты влиял Я помню Как первые эмигранты Приехали Там возле Рочестер Дженесио Я их посетил Узнал у них Я приехал З Канады Я гармонию имел Заиграл Спел им Проповедовал И мамаша Старушка Говорит Ой Соловейко Забери нас до Канады А я говорю Сестра Мы спеваем Одну песню Вона є американська Но переведена на український Святи в куточку Где ты є Аминь Аминь Вы святите тут Куточку А я там А ты там Бог тебя там поместил Чтобы через тебя Шло влияние На тех Которые вокруг Слава Богу Аминь братя Аминь Нам кажется Нам кажется Ну что я Ну не нужно много Я знаю двух людей В Канаде Один уже плачил Это был тесть Брата Зинчика Иван тоже И брат Который в Верноне живет Это типичный Советский человек Человек армии Потом попал В плен до немцев И остался Невозвращенцем И Когда мы Говорит Работали в американцах На базе И расходились Говорит После работы И той брат Иван Который был верующий Так при расходе Говорит Шли вместе Потом говорит Хай тебе Господь Благословить Это советский человек Павел Говорит Я никогда Такого не слышал Что это за человек Хай тебе Господь Благословить Думаю Интересно В моей жизни Я никогда не слышал Такого желания Или пожелания Что это за человек И эти слова Привели В Бог Не нужно Университета Не нужно Особенных Дарований Но Братья и сестры Если у нас Царство Божье Закваска Царствия Божия У нас Оно влияет И расширяется Хвала Богу Хвала Богу Сказали До 80-го года Увидите Последнего христианина На телевизоре Это Никита Сергеевич Говорил Но дорогие Его давно нет А церковь умножается Аллилуйя Мы слышали Брата здесь Он говорил Много выехало 400 душ выехало А пополнилось там Я там проповедовал Пополнилось Я Увеличивается Потому что Это делает Христос И эта закваска Она растет И заквашивает тесто Слава Богу Хочу я петь О Господе моем Он душу спас Ведет меня в свой дом Он посылает Силу мне свою И потому О нем всегда пою Не умолкай Моя душа О поле Как трудно петь Тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Идет тебя В небесный край Не умолкай Моя душа О поле Как трудно петь Тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Идет тебя В небесный край Лукавый шепчет Для кого поешь Ты согрешил За это Ты умрешь Да я умру Но с песней На устах Прощел мой грех Я буду В небесах Не умолкай Моя душа О поле Как трудно петь Тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Идет тебя В небесный край Не умолкай Моя душа О поле Как трудно Петь тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Идет тебя В небесный край Друзья Друзья, давайте Вместе Воспоем Хвалебный Богу Нашему Псалом За жертву Сына Божья Христа За кровь Пролитую За нас Средь бурь и слой Не умолкай Моя душа О поле Как трудно Петь Тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Идет тебя В небесный край Не умолкай Моя душа О поле Как трудно Петь Тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Идет тебя В небесный край Не умолкай Моя душа О поле Как трудно Петь Тебе Средь бурь и слой Он слышит Весь твою Не унывай Он сам Ведет тебя В небесный край Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok